Дорогие друзья, я вновь рад вас приветствовать из студии Славянской Церкви Христиан-Адвентистов 7 дня города Сакраменто. Мы продолжаем с вами исследовать книгу апостола Павла «Послание в Ефес». Сегодняшнее название нашего исследования – миротворчество. Конечно же, друзья, мы очень благодарны вам за то, что вы ставите лайки, оставляете комментарии и делитесь нашим видео. Это помогает нам вместе возрастать в познании Господа и Его истин и делиться ими с окружающими людьми. Господи, мы от всего сердца благодарны Тебе за Твою любовь и милость. Благодарны за то, что вновь можем прикоснуться к Слову Твоему. Ты вел нас на протяжении всего этого отрезка, когда мы исследовали эту книгу, это послание апостола Павла. Мы благодарны за все те уроки, которые мы смогли получить. Просим и сегодня, будь с нами, Духом Твоим Святым. Прикасайся к нашего разума, наших уст, Господи. Также благослови всех тех слушателей, которые будут смотреть эту программу в будущем. Да будет она откровением истины Твоей для каждого. Мы молим и просим все это во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Рад, что мы имеем возможность вновь сосредоточить наше внимание на второй части шестой главы. В прошлый раз мы более обзорно рассматривали эти тексты, а сейчас мы немножечко более подробно коснемся некоторых аспектов. И первый момент я хотел, чтобы мы обратили внимание на то, как апостол Павел приглашает церковь в этом отрывке совместному труду. К труду как церкви, как тело Христово. К труду на Ниве Божьей и с другой стороны к борьбе против зла, в какой бы форме это зло не проявляло себя. Мне кажется, что вот эта тема единства, она очень часто просматривается, особенно в этом послании. Мы уже говорили в самом начале, да, Павел использует такую аллегорию как строение, то есть церковь как строение, как тело. И, наверное, осознание того, что живя в греховном мире одному очень сложно устоять, оно проходит, мне кажется, даже не то, чтобы со времен первоапостольской церкви, даже со времен Эдемского сада. Вспомните, что Бог говорит Адаму, Адаму и Еве, да, чтобы они не разлучались, чтобы они были вместе. И Соломон тоже скажет в притчах, что двоим лучше, чем одному, потому что если кто-то восстанет на него, то они могут вступиться друг за друга. Этот же принцип, он работает и по сегодняшний день. В этой жизни очень много трудностей и переживаний, очень много разных испытаний, очень много моментов, когда твоя вера, она может пошатнуться, когда какое-то разочарование приходит. Если рядом есть человек, который может тебя поддержать, который может с тобой помолиться, который может как-то тебя утешить, это очень многое значит, очень многое значит. Мне кажется, именно поэтому апостол Павел говорит в другом послании, что не оставляйте собраний ваших, потому что единство или общество верующих, это то, что помогает тебе двигаться дальше, проходя через разные трудности и переживания. Спасибо. Мы видим вообще, даже из других примеров, любая компания, продуктивность ее зависит от слаженности работы и цель, когда компания видит, все видят цель одну, как бы любая команда спортивная, любая семья, любое государство, когда они едины, они имеют силу. То же самое здесь Павел призывает к этому единству, которое поможет продвижению христианства в то время и проповеди Евангелия по всей той земле. И это очень важно, потому что здесь что интересно, конечно, другие организации, они объединяются вокруг чего-то, но христианская церковь, она объединяется вокруг Иисуса Христа. И вот эта сила, как мы уже говорили в прошлом уроке, она помогает двигать и быть единым таким звеном, который соединяет всех, потому что если каждый отдает себя в руки Христу, они едины становятся, потому что они все стреляются к одной цели. Спасибо. Вы слышали, что сегодня в западном мире набирает популярность такая тенденция, как христианство без церкви, то есть, ну я со своими друзьями там где-то остаюсь, что-то я посмотрю, или где-то мы вместе помолимся в отдельности. Нам не нужны как таковой церковь, потому что ну церковь она не такая, она меня не принимает, мне там неинтересно, я не могу реализовать свои дары, там лицемеры и так далее и так подобное. Вот как вот можно было бы использовать концепцию апостола Павла, чтобы показать другой пример этим людям? Ну знаешь, что такое говорят, один в поле не воин. В принципе так, ну в едином числе ты не христианин, потому что так Богом создано вот это общество, которое тебя может подкорректировать, которое тебя испытывает. Где мы происходим испытания, где наш характер шлифуется? Он в церкви. Да легко быть христианином где-то там, поехать в тайгу, зарыться, закрыться и ты там можешь святости очень быстро достигнуть, потому что тебя никто не трогает никогда. Но вот именно в обществе, в церкви мы друг друга шлифуем, вот этот характер вырабатывается и это очень важно, потому что вот именно в этом, в обществе человек может проявить себя действительно верным Богу во всех вопросах. Спасибо. Ну это же невозможно. И такая детская история, ну детская иллюстрация, но все же она очень четко показывает Божий принцип и Божий план. Как Вася сказал, невозможно возрастать духовно, когда ты один отдельно, невозможно устоять, потому что так устроен человек. Вспомните, когда Бог только создает Адама, Он проводит перед ним всех животных, а потом говорит, нехорошо быть человеку одному. То есть мы даже созданы как личности социальные. И если мы общаемся в кругу людей на работе, общаемся в кругу людей дома, там соседи какие-то во дворе или еще что-то, то есть эти общества на нас влияют, но мы избегаем общества народа Божьего, то что тогда будет превалировать? Что возьмет вверх в нашем воспитании? Поэтому мне кажется, что это очень большая ошибка, когда люди переходят на такое виртуальное поклонение Богу. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы вместе с вами хотим следовать советам апостола Павла. Он не зря обращает внимание во всем послании Кефецкой церкви о важности церкви как тела, как храма, как какого-то сооружения, где Господь собрал нас вместе, как сказали братья, для того, чтобы мы вместе здесь могли поддерживать друг друга, укреплять и с другой стороны шлифовать друг друга. Мы вместе можем здесь возрастать и служить, независимо от того, что в вашем сердце. Может, бывают иногда какие-то обиды, какие-то недопонимания, и вам кажется, что вы можете сами устоять без церкви Божьей, не поддавайтесь на эти соблазны. Господь основал церковь, чтобы эта церковь вместе с ним противостояла злу и одерживала победу. Поэтому, пожалуйста, молитесь, идите в вашу церковь, служите своими дарами, помогайте возрастать другим, возрастайте сами и все вместе одерживайте победы с Иисусом Христом. Мы продолжаем наше исследование. Давайте, пожалуйста, прочтем 14-й текст. Итак, станьте, припоясав чресло ваше истинное и облегшись в броню праведности. Как здесь, в этом тексте, какую аллегорию или сравнение использует апостол Павел, чтобы показать нам церковь? Интересно, что апостол Павел очень хорошо разбирался в военном деле. Он знал все доспехи, все, что как там должно быть. И он это переносит на христианскую церковь. Потому что он видит, как римская армия должна слаженно работать для того, чтобы провести какие-то операции или, скажем так, победить в каком-то бою. Он говорит, в духовном образе переводит этот образ воина, он переносит в христианскую, скажем, в христианский ракурс и приводит его в церковь. Говорит, что вот припоясав чресло истинное, облегшись в броню праведности. И по-другому не может быть. Мы же говорили еще на прошлом уроке, что мы живем в мире, где идет война. И как Павел, мы рассматривали эти слова в прошлый раз, как Павел говорит, что наша брань не против плоти и крови. Но сам факт, брань, то есть битва, идет битва. И в любой битве ты должен быть подготовлен, ты должен иметь какие-то ресурсы, которые должны помочь тебе победить в этом бою. Мы не просто зрители, в том-то и дело, что это не просто, знаете, два ангела, белый и черный бьются, а мы со стороны стоим и наблюдаем. Нет, мы участники этой битвы. И очень часто эта битва, она вот за нас с вами, за нашу с вами жизнь. Она где-то там в нашем мозгу, и мы принимаем решение, на чью сторону встать. Нам нужно, в другом месте Павел скажет, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. То есть противостать, это означает, что какие-то усилия прилагаем и мы. В этой битве мы тоже принимаем участие. Именно поэтому Павел использует вот эти элементы вооружения для того, чтобы показать, что нужно что-то христианину для того, чтобы победить. Вообще, если посмотреть в деталях, здесь очень интересно, мне говорится, что вы должны перепоясаться истиной. Мы знаем, что у римских воинов был специальный пояс, на котором все держалось. И это очень хорошая аллегория, потому что вот эта истина, которая держит... Ну, я контрактор, и иногда мы тоже используем пояса. И знаете, ты там ставишь рулетку, карандаш, все. Ты выходишь на работу, у тебя все под рукой, понимаешь? Если этого нет, то проблема. Я так понимаю, если ты имеешь истину, то любой, скажем, любая дискуссия, любая проблема, ты знаешь, куда потянуться, что сделать. Дальше он говорит про броню праведность. Это то, что тебя предохраняет от стрел дьявола. То, что когда дьявол искушение, испытание посылает, но тебя праведность Господня, что оберегает, потому что ты перепоясался истиной. Это очень важно. Павел очень интересно, он даже дальше, если мы будем рассматривать, использует каждую деталь из армии, он четко это переводит в христианскую церковь для того, чтобы было использовано. Интересно то, что Христос однажды сказал, вот идет князь мира всего, но во мне он не имеет ничего. Вот то, что Вася сказал, броня праведности. Хотя, конечно, преимущество Иисуса Христа было в том, что он мог уповать на свою праведность, потому что он не согрешил. Но, наверное, у нас есть еще в какой-то степени большее преимущество, потому что мы полагаемся на праведность Иисуса Христа. И если мы храним эти отношения с Иисусом Христом, то мы можем уповать и надеяться и смело говорить во имя Иисуса Христа, я хочу противостать этому злу. Спасибо. И мы с вами в прошлый раз говорили, что весь этот отрывок, он начинается со слов «и напоследок скажу». То есть Павел подводит итог всему тому, что было раньше, всем тем образом, сравнением, которое он приводил относительно церкви. И вот сейчас он говорит, вообще-то церковь это еще и армия, это и воины. И он использует то вооружение, ту защиту, которая была на римском войне, но наделяет все это новым смыслом, духовным смыслом. Мне очень понравилась ваша мысль, братья, что вы говорите, что мы не можем быть в этой войне наблюдателями. Мы либо одеваемся вот в одежду, которую предлагает нам Павел, в истину, в праведность. Либо я подумал, интересно, а если мы становимся на сторону сатаны, мы тоже там в армии, только у нас другое оружие. Может быть там зло, какие-то козни дьявольские, еще что-то там. Но мы тоже в этой броне и тоже в этой войне участвуем, только на другой стороне. И выбор остается за нами. Куда мы пойдем? Что мы оденем? Дорогие друзья, очень важно нам не забывать. Да, церковь это тело. Да, церковь это храм, который Господь объединяет нас. Но с другой стороны, Павел приглашает нас не забывать. Идет борьба. Борьба за наши души, не просто за наши тела, за нашу вечную жизнь. И не только за нашу, за наши семьи, за наших детей. И Павел хотел бы, чтобы мы помнили, что мы в этой борьбе воины. Наш полководец Иисус Христос, он наделяет нас самым совершенным оружием. Он уже одержал победу. И если мы доверимся ему, то мы и наши семьи также сможем одержать эту победу. Не ослабевайте в этом. Не давайте врагу ни тени сомнения в ваших сердцах. Следуйте за Иисусом. И вы вместе с ним обязательно одержите победу. Я думаю, друзья, что вы заметили, когда мы изучали с вами все главы этого послания, что апостол Павел достаточно часто апеллирует к слову «мир». С одной стороны, мы видим сейчас перед собой церковь, которая представлена в виде армии или в виде воина, который должен одеться в специальные одежды. С другой стороны, и здесь, в 6 главе, если прочтите, пожалуйста, 15 текст и 23 текст, мы видим, что Павел также обращает внимание на мир. Это говорит нам о том, что он заинтересован в мире. С другой стороны, не является ли это такими как бы казусом, когда Христос, помните, цитирую текст и говорит, будет говорить «мир и безопасность», а сами готовятся к войне. Или здесь что-то другое. Ну, давайте прочитаем эти тексты. 15-й. «И обув ноги в готовность благовествовать мир». 23-й говорит «мир братьям и любовь с верой от Бога Отца и Господа Иисуса Христа». Я хотел бы вспомнить еще один текст, который тоже касается мира и который прозвучал из уст Христа. Когда он говорит «мир мой оставляю вам» или «даю вам». Но он говорит, что этот мир не такой, как дает этот мир. Тавтология, да? «Мир, который дает этот мир». Тут есть одна деталь. Дело в том, что когда он говорит, что «мир мой даю вам», это не означает мир в плане, что тебя никто не беспокоит, что у тебя все хорошо, никаких проблем, никаких трудностей, никаких переживаний. Нет. Тем-то и отличается мир Иисуса Христа, что даже если твоя жизнь наполнена битвой, если в твоей жизни есть масса переживаний, ты находишь мир и покой во Христе. То есть, помните, тут, мне кажется, очень хорошо подойдет Псалом Давида 22, когда он говорит «даже если пойду и долину и смертной тени, не убоюсь». То есть, я буду находиться в мире и в покое, потому что ты ведешь меня. И мне кажется, именно об этом мире говорит апостол Павел. То есть, какими бы ни были обстоятельства в вашей жизни, обуйте ноги и благовествуйте мир. То есть, мир, который Господь готов дать каждому из нас. Спасибо. Ну, интересные факты, что там, где есть хорошая регулярная армия, то там существует и мир для граждан, которые живут в этом государстве. Каким-то образом это тоже перекликается. Потому что, если христианин хорошо, скажем так, оснащен всеми доспехами, он буквально может хорошо противостоять. И он discourage, я даже не знаю, как это по-русски сказать, честно говоря, как бы дает, он врагу, враг уже подумает, а стоит ли нападать, когда он так хорошо оснащен всем. Понимаете? То же самое и здесь происходит. С другой стороны, 15 стих, опять же, мы видим, Павел четко и ясно говорит, обувь ноги в готовность к благовестности. То есть, нужно идти. Расстояние. Как и в войне, ты должен пройти определенное расстояние, чтобы захватить территорию или отбить территорию. То же самое и здесь. Для того, чтобы благовествовать, нужно идти. Нужна хорошая обувь. Да, точно. Мысли Васи натолкнули меня еще на одну деталь. Мы порою, мы же с вами живем в Соединенных Штатах Америки, и мы видим разницу между этой страной и другими странами. И обстоятельства, условия жизни. И невольно мы задаемся вопросом, а почему это так? Что поспособствовало тому, что все же на территории этой страны не было войны, скажем так, столетия. Столетиями, скажем так. Не считая гражданскую войну, которая была тут внутри страны. Почему эта страна процветает? Почему такие условия жизни еще до сих пор, хотя тут уже проблем немало насобиралось, да, в плане морали, этики и так далее. И мы понимаем, что одна из причин, почему эта страна процветала или процветает еще до сих пор, потому что тут высоко ценились вот эти принципы христианства. То есть тут благовествовали мир Божий, и этот мир люди принимали. И это слово, оно таким образом преобразовывало людей и их жизни, что они начинали не воровать, не обманывать, вести, то есть порядочную жизнь. И это способствовало тому, что вот в этой стране люди чувствовали себя достаточно комфортно, долгий отрезок времени. И еще по сегодняшний день мы пожинаем плоды вот тех решений, которые люди принимали под действием Слова Божьего. Вы видите, что несмотря на то, что Господь через Павла предлагает церкви быть воинами, иметь определенное оружие и доспехи, он не забывает о том, для чего ведется эта война. То есть Павел не говорит, что мы должны быть воинами ради того, чтобы просто сражаться, чтобы просто бить воздух, как он пишет в других посланиях. Он говорит, что да, идет эта война, но война не ради войны. Война идет ради того, чтобы Царство Божье отвоевало свое назад. То, что было захвачено, то, что дьявол захватил обманом. Поэтому он не забывает о том, что каждый из нас, и сама церковь, вот эти воины христовые, они в первую очередь направлены на то, чтобы благовествовать мир или благую весть об Иисусе Христе, который одержит победу, который распространит свое царство на всю землю. И мы вместе с ним можем совершать это служение, можем проповедовать весть Евангелия. Как бы сложно нам не было, как, быть может, пионеры нашей церкви, иногда они ценой своей жизни, ценой своего здоровья, или, быть может, сейчас мы живем в хороших условиях, и перед нами не стоят такие сложные задачи, мы не должны забывать, что воин Христа, его основная задача проповедовать Евангелие. Пусть Господь нам поможет в этом. Попробуйте. Это очень хороший опыт, который приближает нас к Богу и меняет нас самих. Он накрыляет нас, когда благодаря участию Бога через нас человек обращается и обретает Христа, как своего военно-начальника. Я хотел бы, чтобы мы продолжили читать текст с вами и прочли 16 и 17 текст. А чаще всего возьмите щит веры, который возможно угостить все раскаленные стрелы лукавого. Шлем спасения возьмите и меч духовный, который есть Слово Божие. Я хотел бы, чтобы мы поговорили с вами, братья, о практическом применении этих текстов. Как в нашей повседневной жизни мы можем использовать вот это оружие и с помощью его одержит победы? Вот 16 стих, допустим, говорит, возьмите щит веры, который может угостить все раскаленные стрелы лукавого. Ну понятно, когда была война тогда, использовали стрелы с огнем, стреляли, ты щит ставил, как бы предохраняешь себя. То же самое сегодня происходит. Если у тебя нету веры, сильной веры, то сегодня современный мир, ну просто он лавиной обрушивается, вот эта лавина информации, которая сваливается на человека, и человек может пошатнуться. Допустим, а действительно ли Бог все создал? А может оно все случайно произошло? А может Бог не за 6 дней, 7 дней творил? А может быть это миллионы лет? И так далее, и тому подобное. И мы видим, что у людей, у которых нет сильной веры, они сегодня доходят до определенного безумия. Верят, что земля плоская, верят в всякие другие теории, и так далее, и тому подобное. Поэтому щит веры, который основывается на слове Божьем, очень важен, потому что она, вера, тебя предохраняет от таких всяких моментов, в которые сегодня мир готов тебя стрелять просто. Спасибо. Даже нечего добавить, потому что Вася сказал всю глубину вот этого смысла, что вера, она нужда нам каждый день, даже при этих обстоятельствах. Хотя мы живем в мирное время, и вроде достаточно комфортно чувствуем себя в этом обществе, нас не гонят, не преследуют, но испытаний очень много есть, вот на этом информационном поле. Не хочу повторяться, но мы знаем, что и во времена Иисуса Христа именно вера, основанная на слове Божьем. Хотя тут тоже очень интересно, потому что мы знаем, что дьявол-то тоже использует Слово Божье. Да, мы помним. И он старается нашу веру пошатнуть тем же Словом Божьим. Вася тут вспомнил про плоскую землю. Мне как-то книга пришла на почту, вот такая толстенная, о плоской земле. Я вам скажу, там столько библейских стихов они цитируют, что там еще надо поразмышлять над этим всем. То есть мы понимаем, что да, испытаний будет много. Испытаний будет много. Искушений всякого рода только бы отвлечь внимание от главного, каждого человека. Но именно вера, которая основана на том же слове. Именно поэтому мы говорим, что изучение должно быть глубоким. Как Павел говорит, что будьте готовы дать отчет за веру вашу. То есть мы должны знать, по что мы верим и почему мы верим. И это поможет нам справиться со всякими искушениями. Братья, ну я благодарен вам, вы сосредоточили все внимание свое на 16 тексте. Ну а 17, там тоже неплохие моменты. Все-таки щит это то, чем, скажем так, это оборонительная часть. Мы щитом заслоняемся от стрел лукава. Но вот 17 текст, он чуточку нам еще не только оборонительный. Это вообще очень интересный момент. Потому что когда речь идет о шлеме спасения, то есть по сути это что такое? Это уверенность в том, что ты спасен. Ты этим защищаешься. Когда приходит сомнение, а достоин ли ты, а готов ли ты, то ты вот верой в спасение, которое дарит нам Господь, ты спасаешься. Особенно для нас, адвентистов, хотя, конечно, последние десятилетия мы как бы отходим от той точки зрения, что не скажу, что она там прям глубоко у нас была, но она проходила, особенно в нашей культуре, что вот надо заработать. Твои дела, твои поступки, это то, что дарит тебе спасение. А если ты не ведешь себя так, как надо, ну то, наверное, спасение ты не достоин. То есть понятно, что наша жизнь имеет значение. Если человек легкомысленно относится к греху, то он и неверующий, по большому счету. Любой верующий человек, он будет критически относиться к греху, он будет просить Бога силы победить этот грех, каяться в этом грехе и так далее. Но уверенность в спасении зависит не от уровня нашей святости. Она зависит от того, что Христос умер за нас. И мы должны помнить, это помогает, потому что очень часто можно услышать такую фразу в свой адрес тоже. А ты же верующий, да? А вот ты какой. Что этим хотят сказать наши соперники? Да, возможно, и за это заслужено. Возможно, мы оступились. Возможно, где-то там дали волю эмоциям, не сдержались. И нам сразу, а ты же говоришь, что ты верующий, что ты спасен. Да, наверное, это что-то тут не так. И вот как раз тут нужно не потерять эту уверенность, что не надо сомневаться в том, что Бог любит нас. Повторюсь, не надо сомневаться в том, что Он спас нас. Надо просить у Бога прощения и с верою защищаться вот в этом шлеме от таких лукавых стрел. Спасибо. Ну, мне шлем вообще очень нравится, потому что нас, опять же, контракторы заставляют одевать на работе очень часто, да, каски. Но это очень интересно, потому что центр принятия решений это наш разум. И вот каска или шлем, он как раз таки предохраняет вот этот центр принятия решений. Знаешь, если там руку оторвало, ногу оторвало, человек может жить, но если голову оторвало, уже все, это уже как бы человек не способен будет жить. Поэтому здесь очень важно понимание того, что ты спасен, оно тебя предохраняет именно в этот самый главный центр принятия решений. Ты можешь принять нормальные, трезвые решения по тем или другим вопросам. И поэтому здесь четко ясно говорится, потому что в то время, ну, первое, что мечом рубили, это по голове, конечно. Поэтому, если у тебя хороший был шлем, человек выживал, то же самое здесь. Может, придут сильные испытания, сильные переживания, но если ты одет в шлем спасения, ты понимаешь, что Господь тебя спас, тебе дал эту благодать, тогда ты можешь пройти эти испытания. Ну, и духовный меч, наверное, стоит отдельного внимания. Я так думаю, что мы все очень хорошо понимаем, что такое духовный меч, ну, слово Божье, как это использовать. Это нужно уметь парировать, давать ответы на вопросы, на обвинения, аргументы и так далее. но с другой стороны, у нас есть такая опасность. Мы любим рубить направо и налево. Мы этим мечом начинаем рубить не там, где надо. Все же, как бы там ни было, Христос однажды сказал, я пришел принести не мир, а меч, и этот меч будет разделять, но заметьте, как Христос осторожно использует этот меч. Помните из книги про Каиса и вот эти тексты, где сказано, что льна тлящего он не угасит. То есть, он настолько осторожно относился к каждой душе, стараясь не потерять ее. Я слышал такое выражение, и мне кажется, что оно вполне оправдано. Ты можешь сделать человеку замечание только в том случае, если ты готов за него умереть. То есть, если действительно твое желание спасти, тогда делай замечание. Но если ты просто хочешь показать, что ты лучше, а он хуже, или просто очередной раз у кого-то укорить, лучше придержать этот меч в руках. Даже если у тебя есть текст библейский, и ты знаешь, где он записан, и как его надо прочитать с интонацией. Но если это не для спасения, то лучше этот меч оставить в ножнах. Но Паэм здесь использует атрибуты армии, но я исследую эти места, я всегда смотрел на меч духовный больше как, на слово Божие больше как скальпель для самого себя. То, что слово Божие может отрезать то, что мне не нужно, то, что приведет к меня к погибели. И это очень важно здесь понимать, потому что именно слово Божие, которое тебе напрямую говорит, что это нельзя, что это грех, что это блуд, или что это так далее, и тому подобное, да, и мы видим, что вот именно слово Божие, оно разделяет в этот момент, да, человек становится другим совсем после священного писания, когда он понимает слово Божие. Также мы можем принять и в военном деле тоже этот момент, потому что меч духовный, он предохраняет, ведь понимаешь, когда ты вышел с мечом, другой человек с палкой на тебя не нападет, понимаешь, и поэтому он еще подумает, поэтому это и предохраняет от сил зла иметь прямой доступ нападения на тебя. Спасибо, братья. Я вспомнил, когда вас слушал, вспомнил историю из 10 главы Евангелия Теана, там, где Христос скажет, что овцы знают голос пастыря и следуют за ним, и Христос говорит, и я даю им жизнь вечную, и никто их не похитит уже из руки моей. Это как раз таки идея, которая подтверждает идею апостола Павла о шлеме, что Господь спас, он сказал, если овца идет и слышит голос, я гарантирую, она будет спасена, это моя участь. Участь овцы только слышать и следовать. С другой стороны, я слушаю вас, когда вы говорили о мече, я же заметил, что апостол Павел, наверное, не зря, особенно, когда Роман говорил эту идею, не зря предупредил нас вначале, с кем мы будем воевать. То есть, речь вообще здесь не идет о том, что мы должны воевать с другими христианами, неверными, язычниками или еще с кем-то. Он сразу говорит, наша борьба не против этого. И поэтому оружие, которое нам дает Бог, оно самое совершенное. И меч, который он нам дает, не то, чтобы мы людей на части рубили и доказывали, кто прав, а никто неправ, а в первую очередь, чтобы мы могли, как Христос в пустыне. Наверное, это очень хороший был пример того, как он противостоял с помощью меча, слово Божье, дьявол, который тоже использовал слово Божье, но искажал его. Иисус Христос там одержал эту красивую победу. Это хороший урок для нас, друзья мои. Господь пригласил нас на это сражение не просто как неких одиночных лидеров. Он сказал, что мы его церковь, мы его армия, он наш полководец, и мы стройными полками выступаем на битву. Но наша битва не с людьми, я хочу, чтобы мы это все с вами запомнили. Дьявол соблазняет нас, сосредоточится когда мы смотрим, какие мы несовершенные, а тот брат сказал, а та сестра сделала, а он такой, а она такая. Нет, стоп. Христос пригласил нас на битву силами тьмы. Эта битва совершенно другого уровня. И он дал нам это слово, чтобы мы могли отбить атаки дьявола и победить его, так же, как он это сделал. Поэтому, пожалуйста, молитесь, просите у Бога мудрости, что вы, защищенные, экипированные воины, могли достойно противостоять дьяволу и одерживать на нем победу, как это сделал Иисус Христос. Дорогие друзья, мы практически уже подошли к последним текстам этой главы. Немножечко даже с грустью мы будем их читать, потому что так близко было нам это послание на протяжении всего этого времени, которое мы изучали. 18-20 текст, пожалуйста. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовестия, для которого я и исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. Итак, казалось бы, апостол Павел уже завершил о войне. Все отрибуты он перечислил и на удивление ни в одном из защитных этих средств не нашлось места молитве. И все-таки апостол Павел заканчивает этот отрывок о войне словами о молитве. Как вы думаете, братья, почему для него, несмотря на все оружие, которое мы уже получили, важна молитва? И как мы с вами можем практиковать это в нашей христианской жизни? Мы уже как-то говорили на прошлом уроке, знать истину и жить согласно истине это чуть-чуть другие вещи. И даже тут вот мы так красиво поговорили про вот этом обмундировании для христианина-воина, но мы понимаем, что даже с той верой, даже с тем словом и со спасением порой бывают сложности в нашей жизни. Иногда читаем и что-то не понимаем. Иногда хотим, ну то есть попадаем в обстоятельства, где надо было бы сказать, обоимся или стыдимся, или слов не хватает. Что нам в таких обстоятельствах помогает? Или что дает силы справиться с этим всем? Да, вот только молитва. Этот разговор с Богом, он помогает услышать порой самого себя. Ну честно, мы же редко слышим голос Божий напрямую, чтобы там прям в живую можно было с ним поговорить. Наверное, молитва, она нужна в первую очередь нам самим. Потому что в Библии сказано, что Дух Святой воздыханиями, которые нельзя даже передать словами, постоянно молится за нас перед Отцом Небесным. То есть, эта молитва нужна не для того, чтобы достучаться до Бога, до Его сердца. Молитва нужна для того, чтобы достучаться до нашего сердца. Чтобы мы могли понять, насколько это важно. Вот те принципы, о которых мы сегодня только говорили, чтобы мы могли где-то перепосвятить себя. Ведь именно в молитве мы просим прощения, мы раскаиваемся. Это все молитва, то есть, это разговор с Богом. Поэтому мне кажется, что без молитвы это все вообще не будет работать. Оно просто забудется, где-то затеряется, мы побежим дальше по своим делам. И только молитва, она нас, этот разговор с Богом, он нас останавливает, помогает все переосмыслить и опять стать в правильную колею. Спасибо. Ну, я хочу связать молитву тоже с военным делом. Это связь с центром. Это то, что ты имеешь контакт с самым центром, с штабом в этих военных действиях. Понимаешь? И очень важно всегда для любого воина знать точную свою позицию. Иногда ты можешь не знать, потому что ты чуть подвинулся туда-сюда, а вот именно связь с центром определяет и говорит, да, ты правильно стоишь или нет, ты неправильно стоишь. Вот именно молитва помогает нам решать эти проблемы. Потому что иногда мы думаем, что мы стоим, а может мы уже давно упали. Или мы думаем, что мы такие храбрые, мы все знаем, все стоим хорошо, мы знаем все истины, и мы готовы. Но оказывается, что нет. И молитва нам помогает найти себя, найти свою позицию, понять даже то, что ты в церкви можешь делать. Именно через молитву, когда ты просишь Господа, Господи, да открой, что я могу делать? Что я могу делать в этом обществе, в этой церкви? И чем я могу быть полезен? И именно вот этот контакт с центром очень важен всегда. Спасибо большое. Буквально снял у меня эту мысль с языка. Я сидел и думал, вот интересно, вот как это связать все-таки с воином? И так подумал, это же как, вот понимаете, это разговор, вспомнил фильм «Гладиатор». И там, помните, когда он приходит и начинает вдохновлять солдат. Вот Иисус, как полководец, дает нам молитву, чтобы напрямую мы могли поговорить с нашим, ну скажем, полководцем. Он приходит на это поле боя, подходит к Роману, обнимает, говорит, давай, молодец, ты сможешь сегодня это сделать. Мне что-то свое, какое-то наставление, Василию свое, каждому из нас свое. Это же очень важно. Ведь я, не хочется мне сравнивать с советской армией, но там был вот такой политотдел, который должен заниматься политинформацией какой-то определенной, чтобы поднять боевой дух. Так вот, молитва как раз-таки, это та вещь или тот опыт, который поднимает наш боевой дух. Измеря на то, что у нас есть все необходимое оружие, мы можем стоять на поле боя, как Василий сказал, не в том месте, не в то время, или вообще просто там затеряться, приснуть где-нибудь тихонечко, чтобы никто нас не видел. А вот молитва, говорит, слушай, Иисус рядышком всегда, Он готов вдохновить тебя, готов поддержать, чтобы твой дух как воина никогда не падал. А если воин имеет сильный дух, он направлен вперед, он не отступает, он движется за Иисусом, чтобы одержать победу. Друзья мои, вот такая она наша церковь, церковь, которую основал Господь. С одной стороны, это тело, которое мы видим каждый день, когда смотрим на себя в зеркало. С другой стороны, это величественный храм, который наполняется Духом Божьим, и он живет внутри нас. С другой стороны, с третьей стороны, апостол Павел говорит, это еще и армия, или воины, которые имеют все необходимое оружие. Иисус, как полководец, позаботился о том, чтобы снабжение его армии было наилучшим. Он дал все необходимые нам средства защиты, обороны, и меч, которым мы даже можем не только отразить нападки дьявола, но и одержать над ним победу. Но он не забывает о том, что его армия должна иметь сильный боевой дух. Именно поэтому в Священном Писании так много обетований, так много слов поддержки. Именно поэтому он призывает нас не только молиться всякое время, о себе молиться и прошение, но написано, чтобы мы должны неутомимо молиться за народ Божий, то есть друг за друга. Потому что это позволяет нам чувствовать близость Иисуса, плечо друг друга, и несмотря на все сложности и трудности, несмотря на может быть продолжительность битв, в которой мы идем, не опускать рук, не склонять нашу голову от усталости, но бодрой походкой двигаться с Иисусом к Царствию Небесному. Практикуйте это в вашей жизни, носите эти доспехи, имейте опыт живого общения в молитве с Иисусом Христом. И я уверен, что ваши церкви, которые вы посещаете, они оживут, они станут другими, церквями, которые горят желанием не воевать друг с другом, а благовествовать мир. Давайте помолимся. Иисус, мы так благодарны тебе, Господь, за твою неизменную любовь к каждому из нас, за уверенность, которую ты наделяешь в нас, когда мы читаем твое слово, уверенность в том, что мы спасены по милости и благодати твоей, за ту заботу, которую ты оказываешь о нас. И нам, Господи, приятно быть частью твоей армии, частью твоей церкви. Мы не хотим сами быть на этом поле боя. Мы хотим быть вместе, чтобы рядом со мной, справа и слева стояли мои братья и сестры, а во главе был ты. И мы знаем, Господь, что молясь друг за друга, используя разумно те доспехи, которые ты дал нам, мы обязательно одержим победу. Нам так хочется, Господи, чтобы в числе этой армии были и наши родные, и наши близкие, кто, быть может, еще не знает тебя. Пожалуйста, плени и их своей любовью, и дай им это великое право быть твоими детьми и твоими воинами. Наша молитва в имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова